Конституция – это самый главный юридический документ в нашем государстве. Это не просто основной закон, это главный нормативный правовой акт высшей юридической силы. Это главное ядро правовой системы Российской Федерации как государства. И все законы, все другие нормативные акты, которые входят в правовую систему Российской Федерации, должны соответствовать Конституции. Все международные договоры, которые мы подписываем, потом ратифицируем, в обязательном порядке они должны соответствовать Конституции. Для этого Конституционный суд наделяется соответствующими контрольными проверочными полномочиями. Ну и также это новое, что тогда в 1993 году мы и предвидеть не могли. Я это говорю как свидетель подготовки проекта Конституции 1993 года. Мы заседали в Кремле в одной из палат, спорили буквально где-то больше месяца. Потом проект Конституции был вынесен на голосование в декабре 1993 года, и была принята Конституция. Но мы тогда не предполагали, что может возникнуть такая ситуация, когда надо рассматривать вопрос о том, что решение международного суда противоречит Конституции Российской Федерации. Поэтому этот пробел, жизнь заставляет нас восполнять в 2020 году. И вот сейчас рассматривается одна из поправок, она была принята Федеральным Собранием и выносится на всероссийское голосование. О том, что и решения судов международных, они должны соответствовать Конституции. Почему? А был спор не так давно в Европейском суде по правам человека, где два заключенных, пожалуй, сказали, да, мы сидим в тюрьме, но мы хотим участвовать, голосовать. Дайте нам избирательное право. Здесь в данном случае получается активное. Но у нас традиция наша конституционная и в советское время, и в дореволюционное, кстати, время, когда были выборы в советское время и в постсоветское время, лица, которые находятся в местах решения свободы, отбывают наказание со совершенное преступлением, они не имеют права участвовать в голосовании, то есть не имеют активного избирательного права. А своим решением Европейский суд по правам человека сказал, а нет, ваши заключенные имеют право, потому что у нас в Европе по отдельным международным документам, так это принято, ну понимаете, есть же традиции российские. И вот здесь, конечно, этот спор рассматривал Конституционный суд Российской Федерации, и он, как главный у нас защитник в стране Конституции Российской Федерации, принял решение, правовая позиция была сформирована Конституционного суда Российской Федерации, что решения судов международных, которые противоречат Конституции Российской Федерации, они для Российской Федерации не являются обязательными. Но для того, чтобы укрепить эту норму по защите Конституции, сейчас предложено эту норму непосредственно включить в виде поправки, она уже проголосована, сейчас будет выноситься на всероссийское голосование непосредственно в Конституцию. Вечных Конституций не бывает. И вот в 20 веке, если все страны возьмем, цикл жизненной Конституции был примерно 25 лет. Конституцию тоже рождаются, живут, как и люди, кто-то долго, кто-то не очень долго, потом они умирают, то есть принимаются новые. Поэтому средний цикл, а сейчас динамизм общественных отношений, он в более возрастает. Поэтому даже вот возьмем, например, Конституцию Федеративной Республики Германии после войны, в нее уже было, если мне память не изменяет, 65 или чуть более поправок внесено. То есть жизнь динамична, она более усложненная, появляются новые общественные отношения, их надо некоторые регулировать на уровне Конституции. Потом, Конституция-то не просто юридический документ, это политика, правовой документ. Он все равно фиксирует, в том числе, в обществе соотношение политических сил. Те силы, которые доминируют, которые находят поддержку у населения, у народа, у избирателей, они, конечно, влияют, как творцы, на Конституцию построения тех или иных норм. Да, есть авторы. Безусловно, в основе всех поправок есть политические интересы, это нельзя говорить, что их нет. Другой вопрос, насколько это поддерживается, насколько они соответствуют фундаментальным вот этим первым двум главам Конституции. В Конституции есть разделе первым, вот посмотрите, глава первая, глава вторая, где основы конституционного строя, затем основные права человека и гражданина. Это фундаментальные вещи, проголосовали, они не зыблемы. Это смысл Конституции, это ее квинтэссенция, это ее сущность. Это главное, на чем государство, власть и простой гражданин основываются, договорились и общество в целом. Вот так вот с этими подходами, с такими правами, мир будет в нашем доме, мы работаем, вот это сердце. Поэтому те другие главы Конституции, которые уже конкретизируют положение, конечно, они не должны противоречить. И поэтому вносить поправки, вот эти две первых, две фундаментальные главы, раздел первые, не может парламент. Это надо только через вселенародное голосование. А вот носить поправки в другие главы можно, но не правительством, а только парламентом, федеральным парламентом с одобрением законодательных органов субъектов федерации. Я так понимаю, что было принято решение для того, чтобы была наиболее высокой степень легитимности у этих поправок, то есть поддержки народом, поддержки общей частью населения. Они вынесены. Это своеобразный плебисцит. Это власть, вынося те поправки, которые они предлагают, они, кстати, уже приняты. Они могли бы, на этом можно было бы завершить и сказать, они приняты. Причем эти поправки не противоречат первым двум главам. Это Конституционный суд признал. Могут быть разные точки зрения, но у нас есть единственный странный орган, который может дать ответ окончательный. Противоречит поправка или не противоречит разделу первому? Конституционный суд принял решение. Не противоречит. Парламент принял. Все процедуры соблюдены. Я думаю, что вот прибавляется здесь сугубо юридическая составляющая такая политико-правовая часть. Плебисцит. Какой уровень поддержки этих поправок именно народам? Потому что у политиков могут быть разные точки зрения. В сетях могут тоже высказываться разные точки зрения. Причем вы знаете, что там просто можно заниматься различными технологиями. Вы прекрасно об этом знаете. Но в Конституции у нас написано, что источник власти народ. Вот пусть народ на всенародном голосовании выскажет свою точку зрения. Нравится она или нравится тем или иным политикам. Продолжение следует...